Приветствую всех! Давайте-ка сегодня разберём по косточкам фростмага. Мазаки. Фростмаг играет через осколки льда. Заморозка, здесь вы видите. Из ферменных сокровищ. Что не берётся? Не берётся изучение элементалей, потому что элементали нам не сильно-то нужны. Не берётся бриц. Далее. Менее всего нужно йога-вращение. Теоретически можно взять, но вообще как-то мало-малопулярное сейчас это сокровище. Вот. Ну и у нас остаётся три. И здесь начинается момент, вариант. Значит, как мы играем нашего фростмага. У фростмага есть три основных слона, скажем так, на которых он стоит. Это первое, это способность его. Второе, это заклинание. И вообще заморозка в целом. Всё, что связано с заморозкой. Ну и третье, это боевые кличи. Если мы хотим сделать больший упор на его способность, то лучше всего подходит призыватель Искар. И на втором месте даже может быть неплоха дуэльная палочка. По крайней мере, в начале может очень неплохо помочь нам. Потому что призыватель Искар, он хорош, но он в целом там тоже не то чтобы сильные комбинации. Да, и призыватель по сути играет с одной единственной карты изначально в колоде, ну плюс какие-то сокровища, которые мы позже сможем получить. Если же мы больше используем боевые кличи, то мы возьмём бесконечную магию. Достаточно сильные сокровища, которые всегда полезны, так или иначе. Но я сегодня возьму именно призывателя Искар. И переходим к сбору колоды. Есть два в целом варианта по сбору колоды. Первый я прям сразу же покажу вам через копирование. Что у нас здесь есть? У нас есть Дикий Огонь, который всегда есть. Шквал, заморозка. Но всё остальное, что мы видим, это всевозможные боевые кличи и раскопки. У нас, конечно, есть Варден. Вот сюда бы хорошо было как раз-таки и сокровища бесконечную магию добавить. Но я не хочу играть такой колодой, потому что здесь боевые кличи, боевые кличи, боевые кличи. Они надоедают. Это самое примитивное, что есть в Хардстоне. И раз за разом играть этим не хочется. Я предпочту немного другой вариант. Значит, что мы удаляем? Ладхип удаляется, Скорпит удаляется, Зола. Пандарен Молодой. Торговка доспехами. Ага, ну, одно лишнее удаление сделал. Значит, что мы хотим добавить? Заморозка. Такого персонажа. Значит, лёд. Давайте мы пишем, что у нас по льду есть. Конечно же, мы возьмём Фростболт. Конус Холода. Вот это наши основные карты. Помимо этого, я всё так же возьму удалённую по случаю Пантеру. И у нас остаётся две карты. Я, пожалуй, возьму две магические карты. Первая. Это Элементальный Манипулятор. Он, в общем-то, не то чтобы сильно подходит к этой колоде. Кажется. Потому что мы ничего особо не получаем. Единственное, что у нас Призыватель Искар, да, может какие-то карты дополнительные делать. Но ради одного Призывателя Искар не очень-то и хочется. Но самое важное, почему здесь есть Элементальный Манипулятор, это из-за элементалей, которые получаются у нас со способностями. А способность мы хотим использовать. Потому что у нас и неосторожный ученик будет много способностей делать. И, в общем-то, мы качаем для Мордэша. Для того, чтобы он нам завершал партии. И просто за счёт элементаля доставать всех вот этих наших все двоечки. Это хорошо, это здорово. И просто ради этого мы его и добавляем. Ну и последняя карта, которую мы хотим. Чисто теоретически, значит, Сила Героя у нас. Чисто теоретически можно использовать Павшего Героя. Потому что плюс один к атаке. Но я хочу попробовать Дракона Хладары. Это не... Это самые-самые слабые позиции в колоде. Безусловно. Но есть вероятность, что мы найдём ауру второго уровня. Редкую, сразу скажу. Которая нам делает возможность использовать... Вернее, делает нашу способность дешевле на единицу. То есть, она будет стоить 0. И тогда с Драконом у нас сразу победа. Опять же, это мега редко может сыграть. Практически никогда не сыграет. Но я хочу верить чудо. И сделаю вот такую вот колоду. Здесь не так много боевых ключей, хотя они есть. Только основные. Здесь больше заклинаний. Потому что, опять же, я хочу не боевые ключи, именно ауры, а ауры на заморозке. Мне кажется, они интереснее. Колода у нас собрана. А значит, самое временное. Поставить лайк. И не забывайте писать в комментариях, кого вы ещё хотите увидеть. Или в героических зарубах. Или в какой-то, может быть, разбор устроить. Потому что мне так намного проще. И вы получаете то, что хотите. То есть, все в плюсе. Ну, а мы же начнём. Вперёд. Первый наш противник Диаболом. Так. Мордэш. Хочу ли я его оставить? Мне кажется, нет. Дракон Хлодар точно нет. Я думаю, что я элементарий манипулятора лишь оставлю. Он полезный. И он всегда хочется в стартовой руке. Хочется видеть. И, конечно же, единицу. Именно нашу на способность. Пожалуй, это лучшие карты. Просто болт. Ну, ладно. Хорошо. Демоново семя. Дракон Хлодар. Хорошо. Можно, конечно, теоретически Лидоманта достать. Но не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю. Угу. Призыватель. Давайте сразу же мы сделаем тройку. Не получилось. Ну, ладно. Все, в общем-то, заклинания у нас льда, кроме одной единственной карты. Ну, поймали мы именно ее. Хорошо. Я, пожалуй, в таком случае сейчас сделаю дикий огонь. Дикий огонь. И даже я думаю, что стоит выстрелить в лицо. Почему в лицо? Потому что в любом случае я с неосторожным учеником убью его. Ну, ладно. Нет, не будем. А то что-то у меня самого здоровья-то не то чтобы очень много. Поэтому я сделаю так. Может быть, четверка плюс две двойки. Может быть... Ну, так себе, конечно, это делать. Тоже. Еще призыватель Искар неплохо играет с ледяной стрелой. Так. Ну, хорошо. Булочница. Булочница, булочница. В целом, я могу себе восстановить все здоровье. Просто болки дать. Нет, не хочу. Он я не так-то много, да, нанес. Способностью. Ладно. В принципе, я могу даже неосторожно ученика сделать. Такой дьявола не использует особо... Не особо использует он существ для занятия стола. А здесь я вроде как бы и стол занял, и урон какой-то нанес. То есть под... Наш финальную карту хорошо идет. Так. Еще он. Себя прокачивает. Я могу восстановиться? Да, пожалуй, надо восстановиться. 10 карт будет. Ну, давайте. В общем-то, я выиграть могу только восьмеркой, по идее. Ну, как-то морозить, может быть. Да, морозить тоже можно. Вот это интересно. Четверку. Хорошо, я же могу его и... Ага. Вот так-то его и убить... Вот так-то его и убить... Ну, не то, что убить, но много урона могу нанести. Вот и... Мордэш. Кстати, теоретически я могу заморозку сейчас кинуть, но нет, давайте. Раз. Сколько? Три еще, да? Не понял, простите. Равно его... А предсмертным хрипом он не получает урон? Интересно. То есть я должен в любом случае два раза по итогу выстрелить. Чтобы под восьмерку по итогу сыграть. Ну, так себе ситуация. Я честно говоря не знал, как он работает. И я думал, что он получает и смертельным хрипом тоже урон. Ладно, нет, так нет. Значит, моя задача что? Заморозить его? Я, скорее всего, проиграл, конечно, уже. Это я существо могу подморозить, ничего страшного. Хорошо. Хорошо. Я вот думаю, а нужно ли мне вообще что-то на стол выставлять? Потому что выглядит, что не нужно. Он может достать фулксбейна и, соответственно, по всем пройтись существам. А зачем мне это? Здесь я уже 10 урона наношу. Хорошо, я просто пассирую. Я в любом случае никак не заморожу. Он урон не получает, а заморозка происходит, когда получаете урон. Это нехорошо. Не, ну да, здесь меня уже, конечно, победить практически невозможно. Даже не то, что практически невозможно, вообще невозможно. Что я могу сделать? Ну, допустим, я заморозь. Какая? Да, ладно, я здесь не выиграю. 12 урона. Ну, типа, на следующий ход бы я бы мог бы выиграть дополнительные вот эти два. Но здесь я ничего не сделаю. Совсем чуть-чуть не хватило. Итак, наше сокровище. В общем-то, если бы мы играли вот той первой вариацией, мы бы сейчас были мега счастливы, потому что есть захват территории, это даже лучше, чем «А теперь все вместе». Да, там было бы много раскопок всевозможных, и было бы здорово. Но здесь мы, наверное, все же предпочитаем «А теперь все вместе». Потому что, да, у нас есть какие-то боевые кличи. Ну, и ладно. Послушный огонь? Да нет, это не то, что мы и хотим. Можно? Нет, раскопки нам не работают. Да, я возьму боевые кличи. Что мы берем здесь? «Колодь чудес» нам не нравится. Бисквиты из маны. Неплохой вариант с призывателем искор. Но я думаю, что я возьму тупо боевые кличи. Ну, в принципе, метла неплохо должна работать с нашей способностью, теоретически. Ну, и плюс мы оставим себе вариант под вторую ауру. Удешевление нейтральных существ будет хорошо с дринейми. Урлеон. Ледяная стрела. Нет, мне ничего не нужно. Хотя дриней, в общем-то, неплохо. Это тоже. Ну, ладно, хорошо. Я оставлю две. Хотя так себе оставлю. Две-то оставлять. Ну, хорошо. Я неосторожно ученика оставлю. Он может сильно помочь. Резерв. Резерв. Это хорошая карта. Манипулятора. Самая идеальная для меня сейчас. Получить. Секрет. Хорошо. Хорошая комбинация. Ну, ладно. Это не самая уж хорошая. Так, неплохая. Ну, интересно. Интересно. Я, в целом, могу и воспользоваться вестницей смерти. Под способности я еще успею все сделать. Ну, давайте. У нас идет воскрешение. Что ничего неожиданного. В любом случае мы занимаем. Если он будет воскрешать, я не против. Наверное, я использую на следующий ход Пантера. Так, я не против. Я не против. И у нас есть манипулятор. Что очень здорово. А давайте мы сразу его и сделаем. А у Е, если какое-то будет, то это освещение. Освещение это два урона, поэтому правильнее здесь разменяться. В целом, у нас все здорово. Мы заморозили паладина, а паладин нас особо беспокоит. Ну, кстати, окей. Хорошо. Это прям то, что надо карта для него. Да, очень хорошая карта. Ладно. Воспользуемся им. Карту какую-то сейчас возьмем. Дополнительно. Может быть, даже натиск отдать. Но зачем, мне очень понятно. Да нет, натиск нам не сильно надо отдавать. Может быть, даже ее достать сразу. Хотя, зачем у меня он комбинации. Ладно, давайте натиск. Мы как бы немножечко поднадавим все же на паладина. Странная, на самом деле, для него карта. Может, он как-то что-то бафает. Но, не знаю. Воскрешать совсем не хочется подобного. Да, вот и меч. Вот и меч, но... Думаю, что разберемся. М-м-м. Могу даже и так отдать, я думаю. А два урона нанести именно в лицо ему. Тут вариант сделать булочницу. Или все же осколок льда. Нет. Ну... Трудный, на самом деле, выбор. Потому что, в любом случае, да, он сейчас ударит. А дальше-то уже не так важно. Да, хорошо. Давайте я булочницу достану. Матер. Окей. М-м. Так, хорошо. Ну, у него вроде никого особо не остается на столе. Существо, которое выходит, мы... Сбираем. Вернее, как убираем. Замораживаем. Давайте мы... Сделаем раз-два. Заморозку. Ну, и вот... Дополнительно. Один хп остается. У нас может прийти восьмерка, мы его убьем. Ледяная стрела. То есть, какое-то лечение, да, может быть. А что лечение? Лечение, возможно, мне нужно было бы ударить в Тириона. Чисто теоретически. Потому что, если сейчас Рагнарос... Нет, не Рагнарос. Ну, допустим. Зонардсколла не сильно раскачан. Даже если туда 5-5 упадет, да, им все равно 9 освещения. Да, пожалуйста. Это меня мало беспокоит. Нет, вообще не беспокоит. Хорошо. Да, лучше победить. Сокровища. У нас есть боевые кличи, мы и возьмем Бубу. В любом случае, два других сокровища не то чтобы. И хорошие. Это просто неплохое. Боевые кличи, боевые кличи. Здесь же заморозки. Причем вот... Рабочий боевой клич плюс заморозка, да? Сочетание. Здесь тоже боевые кличи. Ладно. На это боевой клич не работает, а здесь все же какие-то заморозки-то есть. Я не уверен, что со второй ауры мне уже вот эти заморозки чем-то как-то помогут. Но с другой стороны, здесь так себе. Надеется на всевозможных железонаклювов. Под двойной боевой клич две карты возьмем, двоек с урона нормально. То есть мы изначально, если уж собираем боевые кличи, в эту колоду лучше двойной боевой клич, а не воодушевление. Потому что Варден сразу же будет наносить 4 урона. Вот он наносит 20 урона. Это важно. Тоже об этом стоит думать, поэтому... Ладно, хорошо, я возьму лед. Омо. Ничего из этих персонажей нам не надо. Хорошо. У нас есть ледомант. С него мы и начнем. Задачный фаллиант. Окей. Да, вообще, воодушевление бойцов в эту колоду не очень хорошо, потому что мы постоянно осколки льда получаем. И с картами-то у нас полный порядок с количеством. Поэтому нас куда более должно волновать качество. Ну что, он... Какая-то, возможно, ау-е-трапа. Угу. Вблуждающий монстр. Ладно. Я на проверку сделаю. Да. Потому что вот это слишком важная карта. Ну, честно говоря, я даже получше уничтожил карты. Я могу даже, наверное, и в лицо ему стрелять. Давайте в лицо выстрелим. Минус десятка. Это здорово. Что, я драконных ладары потерял? Да, мне не так важно. Заморозки эти тоже... Ну, так. А вот свайпы, это здорово. И тем более. Хочу ли я? Мне кажется, нет. Давайте я даже метлу, возможно, отдам. Я хочу наносить ему урон, потому что это действительно важно для этого друида. Хорошо. Наед. Тоже с удовольствием достану. Основные карты. Значит, с ледяной стрелой у нас будет призыватель Искр. Ледяную стрелу особо отдавать не хочется. Это, наверное, не так страшно. Давайте мы воспользуемся. Я, честно говоря, могу и вот его достать. Но что-то так себе. 1-3. Он меня не сильно беспокоит. Давайте заморозку. Выставим. Важно все же довести его. Что ты достанешь? Восьмерку достанет. Ну, это броня, очевидно. Хорошо. Которую он разыграет на следующий код. В чем я мало сомневаюсь. Я могу сейчас... Но, к сожалению, прям до восьми-то я его никак не срежу. Без сомнений я бью лицо. А хотя он не может даже восьмерку же везти. Я могу нанести ему сейчас 4. У него останется... У него останется 3. То есть я его смогу убить, если что. Хорошо. Правильная очередность. Чтобы у меня оставалось в руке место. Ну, окей. Даже если он восстановится на 6, его это не спасет. Восстановиться на 8 он не может. Он может дерево достать, но там тоже не поможет. Да, хорошо. Победа. И перед нами вторая аура. К сожалению, вторая аура тоже весьма плохая. Мы не получили то, о чем мечтали. Редкую способность, удешевляющую на единицу вашу способность героя. Но, ладно, на нее-то мы не сильно-то и надеялись, честно сказать. При этом мы не получили и двойные боевые кличи, куда более распространенные. Мало того, мы также не получили и удешевление нейтральных персонажей. Ну, вот у нас есть и удушевление бойцов, которые вроде как работают с нашей колодой. Но, хотим ли мы его, мне, честно говоря, кажется, что нет. Я думаю, что изумрудные очки будут более правильным нашим выбором. В удушевлении бойцов, как вы видите, все время занята у нас рука. И лучше я возьму изумрудные очки. Давайте. И у нас есть усиление. Дракон Хладар и еще один. Не то, чтобы это очень здорово, но, в общем-то, и ужасающий нарос. Не то, чтобы нравится. Великан дешевый. Хорошая очень тройка. Все остальное не самое лучшее. Здесь у нас фолиант заговорщика, который нам дает карта, что, возможно, не так уж и плохо. По умолчанию, конечно, легко бы я взял, но изумрудные очки, тут вопросы за них. Но, в целом, ладно, я, наверное, возьму льдиного великана. Ужасающий нарос? Нет. Маска Птуна будет за 5, это будет за 4. Да, я возьму все же такой вот набор. Виллоу. Ничего мне из этого не нужно. В идеале находить, конечно, тройки, четверки. Четверка. Ох, мартэш, который мне сразу же забивает руку. Не здорово, не здорово. Совсем не здорово. Ну, ладно. Хорошо. В целом, у нас и так все достаточно дешево. Как-нибудь попытаемся его побыстрее раскачать. Не знаю как, но попытаемся. Блема очков. Ну, хорошо. Может, как-нибудь там Бубу достанем. Рано или поздно раскачаем его. Перевернем стол. Ну, а далее что-то придумаем. Интересно. Сразу на проверку. И возьмем карту дополнительно. Очень хочется Дикий Огонь побыстрее. Ну, ладно. У нас все не так плохо. Нас не сильно давит пока что чернокнижний. Девять карт. Мне кажется, мне лучше каторжников сейчас достать. К сожалению, мы без способностей. Сейчас ход сделали, но что поделать. Я буду надеяться на Бубу. Ощущение, что у чернокнижника тоже не все хорошо. С крайней картой. Нет. Нормально. Ну, такое. Такое весьма такое себе. Окей. Вот это хорошо. Сразу же можем использовать. Мы же заклинания какие-то делали. Честно говоря, я не помню. Не, ну мы делали какие-то заклинания. Делали. Мы монетку делали. И сразу же тройку сделать. Хорошо. Дикий огонь. Это направление. Ну, это не так важно. Одну карту мы, конечно, палим. Ну, что делать? Ничего страшного. Два осталось. Мы на шестой ход сможем сделать. С легкостью. Хорошо. Хорошо. Что мы спалим? Ну, ладно. Ух ты. Ну, ладно. Это не так страшно. Все весьма средненько. Я бы даже сказал. Я даже в целом готов, наверное, заморозить его. Надо подумать, а как мы еще хотим выигрывать? Опять же, фростбол через призыватель Искар? Может, дает, что мы никак еще не сделаем? Это ладно. Я сейчас много урона ношу ему. Это меня не беспокоит совершенно. Как он кладары. Да, и будем к ней подбираться. Подбираться. Очень сильная восьмерка. Все, выставим на стол. Ну, и вот у нас дракон Флодары себя должен показать. Прямо сейчас не убиваю. Я определенно выстрел сделаю. Нужно чернокнижнику лечиться. Это не помогает точно. Кто-то немного помогает. Даже вот сильно помогает. Это точно никак не помогает. Еще урон по себе наносить. Хорошо. Ну да. Нам нужно какое-то супер сокровище, которое будет хорошо играть с призывателем. И это, к сожалению, не те супер сокровища. Может быть, древнее отражение к чему-то будет хорошо? Ну, тоже что-то не очень. Да, вообще ни к чему оно. Выглядит как гипербластер. Всегда древнее отражение можно кидать на существ противника. Но от этого не поиграешь. Нет, это хорошо с чародейским усилителем. Это, кстати, реально очень сильная комбинация. Реально очень сильная комбинация. Ну и в целом, ладно, призыватель Искар тоже может неплохо с ним сыграть. Хотя бы как копирование. А потом усилитель. Усилитель это у нас что получается? 4 плюс 3. И они дают 7 штук, дают плюс 2 и плюс 14. Да, хорошо. Я соглашусь с этим. Танцор. Танцор не очень классно. Заморозка. Сулька. Нет, мне не нравится Штормградская стражница. Здесь, в общем-то... Ладно, сойдет. Возьмем лед. Еще мы. Иллюзия. Мадраж я уберу. Тройка, тройка. Давайте тоже мы уберем. Если я сейчас призыватель Искар найду, будет шикарно. Но не нашел, не нашел. Окей. Сразу можно дренея каторжника сделать. В целом. Спасное заклинание. Ну, не очень здорово, но ладно. Он еще и карту берет с топ-дека. Аткун. Первый ход. Логично. Тут, конечно, добор бы сыграть хотелось бы. Булочница. Какая-то может продолжаться. Какая-то может продолжаться. Булочница. Так. А давайте-ка мы... Так вот начнем действовать. У меня есть булочница, которая мне восстанавливает достаточно много здоровья. У меня есть чародистский усилитель, который я могу в какой-то момент закомбинировать с древним отражением. Возможно. И мне нужны карты. Мне нужен добор. Неплохо его достать. Ладно. У нас есть дракон хладары. Давайте-ка мы раз сделаем и два сделаем. Дракон хладар тоже неплохо. Потому что, если мы его вместе сыграем, то там солидный урон будет. Удар. Добор. И заморозка неплохо. Сразу же выстрел. Еще добор. Эмберкастер. Я могу его сыграть с кучей монеток? Куча монеток с эмберкастером. Хм. Ну... Плюс-минус. На самом деле, ведь это не так плохо. Да, чтобы просто побыстрее это сыграть. Да ладно, это у нас Буба пойдет. Оставишь это мне, надеюсь, два-три хотя бы? Ну, кого ты из них двоих оставишь? И это его просто карта. Он дополнительно ничего не получал? Ладно. Давай, можешь убить ни одного. Мне вообще не убивать никого. Так. Да нет, я достану Буба. Просто зачищаю стол. Следующий ход я сделаю Булучницу. Скорее всего. Где-то мне. 8 карт. О! Меня еще полечат. Я только за. Да, дополнительные карты. Но ничего страшного. Натесение. Ладно. Карты у меня тоже не очень много. Ладно. А я думаю, что могу сделать Булучницу и Метло. Зараз. А могу заморозить. Давайте я даже заморожу. Как жрец меня накажет, если я ему кого-то оставлю на столе? Мне кажется, никак. Максимально полечиться. И вот так. И много-много урона нанести. И так. По 4 урона у меня будет наноситься. 4... Ну где-то 8 выстрелов, да? Нет. 4... 6 выстрелов не надо сделать. То есть мне, в общем-то, нужно 10 маны и это. Но тут, конечно, еще может мне что-то останется. Вариант. Может что-то остаться. Мемпулятор. Такое, средненькое. Сильно беспокоит. Здесь у нас... Здесь у нас 5 маны. То есть я могу 2 раза выстрелить. 2 раза по 4. 2 раза по 4. Что есть 2 раза по 4? Это 8 урона. 8 урона у меня здесь... Здесь у нас есть 10, 10, 14, 14 плюс 8, равен 22. Идеально летал еще разочек. Это у нас 5 маны. Я восстанавливаю себе. Ну да. Ну да. Хорошо. Даже у меня больше. Неплохо. Сокровище. Краб-цапчик выглядит как самый правильный выбор. У нас есть он на боевые кличи. Поэтому чего бы его бы и не взять. Давайте возьмем его. Добор. Но не то, чтобы мне это сильно нужно. А лунет мне тоже не нужно. Пожалуйста, хватит. Выбор наш. Ильина. Я думаю, что мне ничего не нужно. Можно теоретически краба оставить. И если я кого-то съем, то он будет серьезной угрозой для противника. Но нет. Я изначально буду стараться морозить его. То есть использовать... Ага. Ну есть у меня... Оу. Так. Вторая ура у нее не самая лучшая. Скажем честно. Не самая. Хорошо. Пока что мы просто наберем осколков. Его я убрать могу. Призыватель Искар. Ах, вместе бы их сыграть. Хоть раз. Не получается все. Ладно, что делать. Может быть мне придет элементарь за четыре. Пока, конечно, совсем не хочется блучницу использовать. Кстати, тоже вариант. Но я думаю, что сейчас я все же попытаюсь достать просто осколок льда. Если я буду его морозить, это будет здорово. Нашел цель. Зайший взгляд. Ладно. Хорошо. Хорошо. Можно уже и булчницу делать. Более того, можно даже и заморозку сделать. Хорошо. Далее можно дренеев каторжников и осколок льда. Теряют урон. Что здорово для меня. Конечно же. Сквал. Еще есть вариант двух их достать. Но нет. Давайте мудренеев достанем. Давайте мы достанем один осколок. Может быть мы дракона Хладары просто достанем в один момент. И посмотрим, как на него будет он реагировать. Потому что вообще не факт, что он... Фу. Ну, ладно. Хорошо. Хорошо, я его заморожу. По идее. Хотя могу и не заморозить. Ладно, я его замораживаю. Это очень здорово. Это мега здорово, конечно. Здесь достаточно много заморозок. Я не думаю, что если я достану еще одну, то это как-то мега критично повлияет. В то же время я достаю усилитель. У меня остается 6 выстрелов. 6.24. То есть я его могу убить. Хорошо. Обычно у такого охотника на демонов карты немного не то делают, что разбираются с большим количеством на столе. Ну, да, я предполагаю, что он не может убрать все 2.1.1. У меня получается 6 плюс 24. А это 30 урона. Какое-то еще лечение. Если какое-то еще лечение, то он отдаст несколько карт. Если он мне оставит хотя бы одну заморозку, то я все равно себя буду чувствовать очень здорово. Жеснесос. Жеснесос. Нет, это не важно. У меня остается или заморозка есть, и все на свете есть. Поехали. Не зря оставил себе дракона. В колоду положил. Вторую, по сути, партию с ним побеждаем. Гриб-чародел. Ну, нормально. Грибоман тоже не так же плохо. Здесь у нас инженер-новичок с добором карты. Антонидос. Так, Антонидос. Ничего грандиозного. Здесь мне тоже не очень нравится. Нет, я возьму, наверное, боевые кричи. Это будет стоить 4, то есть стоит 2. Ну, ладно. Хорошо. Какое-то восстановление. Не очень хорошие карты, но они неплохо сочетаются у меня с колодой. Я возьму, боевые кричи серии. Губы крайней картой. В целом, это неплохо. Древние отражения мне не нужно. Есть вероятность того, что этот паладин играет Рагнароса, и Рагнарос выйдет у него через меч, и тогда это древнее отражение будет... Просто нам сразу выиграет игру, но я думаю, что не стоит на такое надеяться. Хотя, честно говоря, честно говоря, может быть, не стоит оставить. Ладно, я оставлю. Чисто из-за того, что это паладин, у которого может быть вот этот самый меч. Нарычи Громаша, ну да. Легендарные трофеи. А, ты еще и... Ну, ладно, хорошо. Жестко. К жесткам. Это максимально неприятная вещь. Ну, хорошо. Диплома. Так. Нет смысла ее убирать. Нам важно его, в первую очередь, уничтожить. Да, Нарук нас расстраивает. Условно. Божественный щит. Может быть, я не буду стрелять. Дваевую атаку. Ладно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Монетку я не могу сейчас отдавать. И все. Это весь мой ход. Что ждать? Следующий ход. Действительно, будет древнее отражение. Посмотрим, что он выставит. Но, к сожалению, он не имеет провокации. Да, в чем главный минус. Это, в общем-то, меня больше всего и обламывает. Потому что он меня убивает сразу же. Ну, хорошо. Я же вроде как выживаю. Еще немного. Терен? Блин. Вот. А, подожди. Да, ну, хотя, ладно. Окей. Окей. То есть... Ну, нет, у меня слишком мало здоровья. К сожалению. К сожалению, слишком мало здоровья. Хотя, шанс есть, что все в лицо залетит. Очень-очень маленький, но шанс есть. Ну, давайте. В итоге, мы очень правильно то, что оставили. Но... Слишком много существ. Да, я не убиваю. Если что. Хорошо. Нам было весело. А вот если бы он первый достал именно... Именно Рагнароса... Ух, красота была бы. Снова Буба. Я думаю, что снова Буба. Кровавая Луна. Это такая странная немножечко карта. Может, очень не зайти. Мукла. Синдрагоса. Ну, Синдрагоса не самое лучшее. Здесь вроде бы лед, но не очень хороший лед. Слежнюк неплох. Вурдалак. Тоже нормален. Мукла закидывать бананы противнику. Это, в принципе, нолик. Ну, в смысле, за единицу будет. И это хорошо. И это будет за единицу. Может быть, стоит все же их взять. Хотя Слежнюк... Я думаю, что местами выглядит интересней. Ну, такое. Да ладно, я возьму Слежнюка. Здесь будет он. Омо. А. Второй ход. Варден. Я вообще не хочу Вардена стартовую руку. Но проблема... Ну, ладно. Хорошо, я уберу его. Я боюсь, что мне что-то очень дорогое придет сюда. И это обломает мою руку. Ну, да. Конечно. Конечно, придет десятка. Ну, ладно. Хрен с тобой. На третью ходу все равно могу сделать. Маги мой. Поехали. Начну я с Вардалака. Чтобы сразу занять стол. Что-то за три. А что ты хочешь мне за три? Ладно. Это выглядит очень даже здорово. Что? Мега дешевая... Мега дешевый зверь у нас? Сейчас выйдет. Далеко не обязательно. Нет. Мега дешевый зверь. Настолько-то удешевляюсь на два. Ну, да. Видимо, это единственный зверь в его. Хорошо. Просто болт. Я могу убрать его. Могу его убрать. Ладно. На следующий ход достанем четыре существа. Первая его аура закончила работать. Какие-то забавы. Просто 2-2. Понял. Интересно он стреляет. Пробуем занять стол. Временем нос уже и велика. Может выйти на следующий ход. Что довольно здорово. Что он единственное? Лягушку ударится в 1-1 и его раскопирует способностью? Это не самое, наверное, страшное. Ну, либо так. Это не имеет значения особо, что оно как бьется. Наверное, лягушку сохранить. Хорошо. Прям не сохраняет. Делает способность. А что еще он делает? Интересно. Пока что выглядит, что нужны друиду какие-то критичные карты, которые смогут сильно перевернуть. Потому что на данный момент варден. А варден я могу все заморозить. А зачем мне морозить? Не очень пока что ясно. Просто 2-х достать. Нет. Я думаю, что уже правильнее будет сделать так. Одно существо я ему оставляю. Даже если у него будет пятерка, это меня мало беспокоит. И великана достаю, что супер важно. И здесь уже думай, куда использовать свою способность. Ибо 8-8. Небольшая радость в нем. Нехорошо будет увидеть... Дерево. Нет. Это полная ерунда. Это полная ерунда. Я, скорее всего, победил. Такой ситуацией. Пола, да. Раз. Ему нужно сокровище, переворачивающий стол. Если что, у меня есть ауе. 4 урона. Причем нужно как можно быстрее от самой сокровища. Хорошо. Да, конечно же, куда правильнее в 2-5 стрелять. Не знаю, почему он выцеливает 4-3. Конечно, 2-5. Руна. Ребук. В любом случае, здесь такая ситуация, что он, даже если перевернет стул, то я могу его занять заново. Хотя, если там будет 0, 7 урона за 0, как-то до этого доведет. И сразу же займет, то будет тяжеловат. Чем-то по-настоящему крутым. Короче, ему нужен очень сильный ход. Магия и мумия здесь не работает. Вот все не сильно. Не то, что не сильно. Вообще слабый ход. Наплевать. Наверное, даже заморозку не использую. Потому что, ну, вдруг какое-то оружие будет. 3-3. Да, плюс заморозку. 3-1, а далее все, 1-1-1 будет. Мало беспокоит. Ух ты. Ну, немножечко восстановится, конечно. Но что с этого толку? Те драконы-хладары-то хотелось бы... Ну, просто так не очень хочется отдавать. По-моему, честно. Раз, два. Раз, два. Ну, хорошо. Что он может сделать? Видно, у него супер-большие существа. С хрипами? Интересно. Это самое большое существо у его колодя. Видимо, дерево. Я так понимаю. Которое ему еще и карт добавит. Да, дерево. Хорошо. Но это похоже на какой-то камбэк. Честно говоря. О-о-о-о! Это действительно очень даже хороший камбэк. Действительно очень даже хорошо. Древние отражения. Что у меня древние отражения? Древние отражения мне ничего. Что я должен сделать здесь? Это, очевидно, я буду оставлять в один момент. Хорошо. Давайте я сделаю вот так. Я боюсь, что проиграл. Ибо действительно ход у него прям что надо ход. Нет, ну ладно. У меня есть еще достаточно много шансов на победу. Вопросов нет. Но в любом случае тяжело будет. Особенно. Что мне делать? Морозить, морозить. Морозить, морозить. Возможно, мне использовать нужно его исключительно как заморозку. Но проблема, что я в лицо ему никак ничего не бью. Я могу вот его скопировать и получить много карт. Что выглядит на самом деле интересно. Да, ведь это самое лучшее. Ну а потом как-то мордешем я зачищу. Плюс семь карт. Да, хорошо. Ну давайте. Сделаю я так. Всех разом он меня не уничтожит. Пожалуйста. Только карту получаю. Ну вот как раз таки мордешем я переверну стол. Готово. Что мега важно. Ну поехали. Итак. Мне нужен дикий огонь. Да, дикий огонь мне нужен. Просто выстрел. Ну давайте просто выстрел сделаем. Заодно. Что может быть. Восемь очень хочется отправить ему в лицо. Добавно. Так. Так. В целом неплохо даже и подморозить. Я думаю будет. Такой тоже момент. Неладно. Восемь я никак не отправлю в лицо. Он скорее всего способность туда закинет. Но мы можем так просто по мелочи его побить. Что тоже неплохо. Ладно. Это что такое? Ой, кожа. Хорошо. Ты уверен на них, что не 8-8? Да, конечно 8-8 надо. Дракон Хладаре. Значит. Буба. Вообще. Ну да. Я получаю бубу. Но бубу-то не то чтобы очень здорово. Ну окей. Буба это хоть что там. Хорошо. Можно заморозить. Мы собственно и займемся сейчас. Я не думаю, что мне важно стрелять. Я не думаю, что мне важно. Грибомант будет очень хорош. Дабы урон поднимать. Мне не много. Ну как бы. Если уж мне понадобится стол чистить. Окей. У меня Дракон Хладаре есть. Если он конечно не супер забабает. Но что-то мне кажется, что здесь не то чтобы сильно бафающий друид. Интересные партии получаются. Да, понимаю. Достаточно очевидный. Наверное я должен немного поразмениваться. Очень нужен Дикий Огонь. Просто броня. Понимаю. А вот и Дикий Огонь. Хорошо. Хорошо, хорошо. 9. Что-то я так себе сделал. Хотя ладно. Мне достаточно. Последний выстрел был не нужен. Ну ладно. Итак. У нас способность наносит 5. 5 на 6 это 30. Так что если что, у нас все нормально. Ай. Ну и еще я могу двух персонажей взять. И я очень надеюсь, что это будет не булочница, а ученик. За четверку. Опять же, в любом случае я дракон Хладаре его убиваю. Прямо сейчас. 23. Это ему на 7 восстановить. Хорошо. Стопроцентный грибомант. Ну ладно. Нет, как бы... Это такое. Это неприятно, но это не самое важное. Самое важное, чтобы он просто не отличился очень сильно. Ему, конечно, супер жалко. Меня мало беспокоит. А вот... Нет, это тоже не беспокоит. Я думал, что этот атаку его передаст. Было бы, конечно, очень все плохо. Здесь меня уже ничего не беспокоит. Получается, не зря мы брали призыватель диска? И дракон нам вновь сделал победу. А лунет... Ну так себе. Это тоже как-то так себе. Оргенная стрела. Ну, типа, нормально. В целом. Сойдет. Нет, это мне не нужно. Точно не нужно. Здесь... Хорошо, давайте возьмем лед. Выглядит как самое... Что-то нормальное. К сожалению, случилась беда, и меня вылетел интернет прямо в процессе игры. Соответственно, я проиграл. Это немного печально, потому что интересно действительно колода, и противник у нас вроде бы был не то чтобы и сильно напряжный. Я думаю, мы бы смогли перейти черту в 7 побед. Но в целом, я считаю, что запись удалась. Я рассказал, что есть маг. Мы видим, что и даже не... Возможно, не на самых интересных аурах. Он все равно довольно плотный. Способен делать большое количество побед. Вот. Так что берите на вооружение. Нам же осталось лишь посмотреть... Что у нас в наградах. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok